Расскажи, пожалуйста, о проекте. Я представляю свой проект, он называется «Sense Switch Safe Energy». Это может казаться на первый взгляд очень просто, но тема моего проекта – это беспроводное управление освещением или другими потребителями энергии в наших домах, офисах, ну или помещениях. Например, как бы вот это. С учетом новых англійських историй, так, сейчас. Ну, это на английском. Хорошо. Возвращение к модернным обеспечивающим тенденциям. О, это так сказать. А на русском языке? А дальше на русском языке? Да. Значит, я предлагаю не использовать никаких «Hazardus» materials in my project. Каких «Hazardus»? Ну, это, как это, ядовитых, опасных, да, вот, спасибо. Опасных веществ, да. То есть, вредных веществ. То есть, например, я полностью отказался от использования в пульте управления батареек. Для обеспечения пульта управления энергией я использую три независимых источника энергии. Я считаю, что это будет способствовать увеличению срока службы устройства и системы в целом. По приблизительному расчету оно может достигать до 25 лет даже. Я питаю дистанционный пульт управления тремя источниками. Во-первых, это маленькая солнечная батарея, которую вы можете увидеть в современных регуляторах. Во-вторых, это компактный безэлектрический преобразователь, который преобразовывает энергию нажатия в электрический импульс. И, в-третьих, это компактный пьезокристалл, который мы обычно используем для того, чтобы генерировать различные звуки в разных приборах. Но его можно использовать наоборот. То есть, для того, чтобы преобразовывать вибрации воздуха в энергию. Эти три источника питают большой конденсатор, который называется ионистер. Его елкость одна фарада. Он заряжается, и дальше мы можем использовать эту энергию для передачи данных на приемник. Передатчики приемник спроектированы с учетом современных международных стандартов, а также стандартов Украины. Потому что в Украине стандарты очень строгие. Они строже, чем стандарты Евросоюза. То есть, прибор, который сертифицирован в Евросоюзе, не может быть использован в Украине. Потому что там, думаю, как схема есть. Да, и с точки зрения пользуются. Вот это европейский стандарт. А у нас в Украине разрешен к использованию официально только вот этот диапазон. По сравнению с остальными аналогичными устройствами, я упростил схемотехнику этой системы. За счет этого стоимость упала фактически в 10 раз. Но при этом сохраняется с соответствием всем стандартам и директивам. Стоимость моего устройства за комплект при фабричном производстве будет примерно 18 долларов. В то же время, как устройство аналогичное и доступное в моей стране, стоит около 220 долларов. Это аналог... По хлопку выключается, да? Нет, не по хлопку, тоже с кнопкой. По хлопку я считаю это непрактично, потому что если мы начинаем слушать музыку, мы не можем уже управлять светом. Это, во-первых. Во-вторых, если, например, люстра в комнате имеет несколько различных режимов работы, мы... Это сложно управлять хлопками. Или там, например, управлять яркостью, как это хлопком осуществить. Так у тебя просто кнопка? Ну, этот прибор предполагает кнопку. В моих устройствах я спроектировал специальный разъем для подключения дополнительного датчика. Это может быть как датчик света, так и датчик движения. То есть устройство может посылать сигналы в зависимости от окружения. Их очень легко настраивать и использовать, потому как они используют для передачи радиосигналы, в то время как и некоторые аналоги используют инфракрасные передачи. Их необходимо направить.